Еще раз добрый день. Сейчас передам слово джентльмену из Латвии. Я все еще помню, как первый раз его встретил. У нас был семинар в Праге, в котором участвовали кинопроекты из Центральной и Восточной Европы. И Гинс представлял проект, режиссером которого он являлся. Я ничего не понял, из чего состоял тогда проект. Мы провели вместе целую неделю, обсуждали этот проект. И в самом конце недели я понял, в чем дело. Замечательный проект. Гинс сегодня с нами. Отчасти в образе независимого. Кинорежиссера. Но у него также есть своя компания в Латвии, Миструс Медиа. Но главным образом он здесь потому, что принимал участие в дискуссиях, направленных на изменение структуры телевидения в Латвии. Как с точки зрения внутренней структуры, так и с точки зрения создания открытой структуры, независимой структуры. Все это очень важно. Я уверен, что сегодня Гинс поговорит не только о латвийском телевидении, но и о телевидении в бывших коммунистских странах. Итак, пожалуйста, встречайте Гинс Груби. Здравствуйте. Я буду следовать моему эстонскому коллегу и пробовать говорить по-русски. Извиняюсь, если будут какие-то огромные ошибки. Я как-то, когда мне предлагали приедеть в Петербург и рассказывать о той революции, которую мы начали в латвийском телевидении, я как-то лекомысленно согласился, не подумая о том историческом контексте, что латышу говорить о революции в Питере, это имеет огромный подтекст, и, может быть, очень двусмысленно понятно. Но я могу вас успокоить, что по генеалогической линии я не имею никакого прямого отношения ни к каким латышским красным стрелкам. И второе, я могу вас успокоить, что наша революция только в начале, и как вся эта революция насчет трансмедии, новых медиаплатформ, никто не знает, в каком направлении это будет развиваться. Поэтому по этим двух обстоятельствам мы можем быть абсолютно спокойны. В прошлом году мы начали строить в Латвии новые общественные медиа, и понимая, что вид, как зрители и слушатели используют средства массовой информации будет радикально изменить. Так вроде бы все говорят. Смысл был, ну, революции довольно обыкновенным. Латвийское телевидение и радио работали отдельно, и работает отдельно. И было понятно, что мы должны построить медиа, которая будет работать в три разные платформы одновременно. Проблема была в том, что из-за дигитализации, которая произошла, латвийское телевидение стало потерять аудиторию. Средняя аудитория для латвийского радио и телевидения средняя была 65 и плюс. И мы поняли, что то содержание, которое создают все эти медиа, как-то не получает вообще немолодежную и даже даже немножко постаревшую аудиторию. И стало бы, ну, было ясно, что самым важным является контент, и был, настал вопрос, кто будет этот контент делать. И мы смотрели опыт, конечно, у эстонцев. Это типичный взгляд души. Сперва смотреть у эстонцев. Эстонцы до этого смотрели у финнов. Мы смотрели опыт у Великобритании. Мы смотрели опыт у шведов, которые нам сказали, мы тоже будем через пять лет об этом думать, о чем вы теперь думаете. Смотрели опыт у германцев. И как говорил один мой любимый французский поэт Ренешар, я попробую переводить с педорусской его стихи, что нет ничего лучше, чем кормиться у других. Нет ничего больше свое. Даже лев состоит из переработанного барана. И, конечно, что нет никакой никакого модели, который можно прямо и линейно использовать и построить свое телевидение. Мы маленькая страна, а мы должны считаться с теми ресурсами, которые у нас существуют. И было ясно, что из тех человеческих ресурсов, которые мы имеем на радио, на телевидении, только 20% из всех работающих были вообще заинтересованы в какие-то, ну, радикальные перемены, были готовы работать в так называемом мультимедиальном направлении. И смотря опыт эстонцев-финов, мы пришли к таким пять самым важным решениям насчет содержания, где латвийское телевидение и радио в этом мультимедиальном контексте может в следующие пять лет развиваться. Это информационно-документальное содержание, так называемое current affairs, конечно, новости, конечно, культура, образование и наука, и содержание для детей и молодежи. И всего этого контента и содержания было ясно, что кроме новостей мы можем смотреть для реализации тоже направления независимых продюсеров, потому что я не знаю, как в России, но большинство студий, которые работают как независимые продюсеры в Латвии, в документах в Латвии, и они тоже довольно, они способны работать для разных форматах тоже для телевидения и даже для радио, и по сравнению с такими старыми традиционными медиами, как латвийское телевидение и радио, они более способны очень быстро меняться и найти другие форматы и формы, как найти свою аудиторию. Было ясно, что мы должны в следующие пять лет все больше и больше делать конкуренцию между теми, которые работают инхаус в Латвийском радиотелевидении и теми, которые работают как независимые продюсеры, чтобы получить все больше и больше содержания, качественного содержания для того контента, который производят латвийское телевидение и радио. Это под тем пять кроме новостей и четырем содержательным приоритетом, о котором я говорил. Другой способ, как мы уже начали работать и как мы видим, будет тоже следующие пять лет работать в латвийской радиотелевидении. Это покупать особые качества у независимых продюсеров, там, монтаж, сценарии, public relations, которые, может быть, не присутствуют или в которой есть определенные надобности в латвийском телевидении. тоже от независимых продюсеров. Здесь тоже есть, конечно, проблема в том, что иногда кинематографисты очень немножко снобически смотрят на то, что делает телевидение, говорят, что мы ведь делаем искусство, это не касается это совсем что-то другое, но те некоторые примеры, которые мы уже как пилот-проекты начали разработать, показывают, что там есть большой потенциал. Мы начали в этом году такой новый проект, который, чтобы найти государственные деньги, назвали столетие Латвии, где заказали в конкурсе у продюсеров 8 фильмов о сегодняшней ситуации, о проблемах Латвии, так называемый current affairs формат. Если до начала 90-х существовала так называемая кинохроника, то в течение 90-х почти ничего не было и до сих пор всю эту нишу использовали только те, которые делают телевизионные новости. Я могу вам рассказывать маленький пример. В нашей студии, как мы столкнулись с этой проблемой, один молодой режиссер два года назад начал делать фильмы о своем отце отец был одним из первых миллионеров банкиров в Латвии в начале 90-х и 94-м году он пропал и два года назад интерпол его нашел в Малайзии в Куала-Лумпуре в психологической клинике. И дочь этого банкира начала делать свой фильм. Мы хотели найти в архиве архивный материал, который бы характеризовал того времени. И ничего не нашли, потому что оказалось, что в то время никто в кинематологическом смысле это время не фиксировал. Есть, конечно, телевизионный материал, но нет того особого субъективного авторского взгляда на те шумышедшие 90-е и нет вообще никакого материала. Там есть, конечно, много причин. Одна, наверное, такая, что мы думали, что всегда будет жить так интересно, как в эти 90-е, что завтра будет еще интереснее, чем тот день, но вышло, что мы стали немножко скучнее, как страна, но надобность в том субъективном взгляде сохранилась. Немножко тоже историческая референция, если мы думаем о так называемой рижской поэтической документальной школе, то если мы теперь на сегодняшний день хотим создать ту атмосферу 60-х годов, которая была не только в Латвии, я знаю, что вчера показывали чудесный фильм Герца Франка, здесь у вас фестиваль, и то мы можем найти ту атмосферу именно в этом кино, хотя этот нарратив, который в фильмах или тематика, она довольно советская пропаганда, но по картине, потому что стиль, как работали операторы, как работал режиссер, как работал монтаж, мы можем найти этот особый подтекст, и это мы видим в нашем заказе от телевизионной стороны к независимым продюсерам, чтобы они тоже создали тот стиль мышления, стиль зрения, который существует у кинематографистов на сегодняшний день, чтобы они, эту реальность было фиксировано, чтобы если кто-то через 20 или 30 или 40 лет хотел эту реальность узнать или найти для каких-то других телевизионных мог найти в нашем кинематографе и в том содержании, что делает кинематографист, потому что это должно быть заказано от телевизионной стороны. Это не можем мы в каких-то конкурсах найти и думать, что кинематографист сам с собой будет к этому прийти. Это особо касается то, что называется current affairs в документальном кино. и то, что мы выработали программу для следующих 5 лет, как с каждым годом все больше и больше взять эти ресурсы от независимых продюсеров, чтобы создать довольно сильный потенциал из этих творческих индустрий среди документалистов, потому что они в своем содержании или стиле мышления немножко храбрее и немножко сильнее, чем те, которые работают в телевидении и радио на сегодняшний день. И нам есть тоже некоторые примеры, что уже в рамках этого нового строя есть некоторые фильм-студии, которые делают несколько серий туристические road movie по туристическим местам, где они открывают Латвию заново и наш опыт показал, что они очень успешно реагируют на нужды аудитории, как продать и маркетировать этот контент, делая параллельно веб-эпизоды, строя разные страницы в Фейсбуке, делая все эти маркетинговые или эти кросс-медиа активности, с которыми работала телевидение само, было очень трудно, потому пока они приходят к решению, им нужно несколько собраний, там нужно подумать, независимые продюсеры реагируют очень быстро и это то, что эти дни для продажи или для того, чтобы найти аудиторию, это очень важно. Еще другой пример, который мы будем в следующем году в Латвии строить, мы будем делать новую радиостанцию для молодежи, это будет новая аудиовизуальная радиостанция, существующая при латвийском радио, но оно будет делать молодые люди, работающие до сих пор в других радиостанциях, но эта цель построить это как визуальное радио, которое не существовало и не существует в Латвии до сих пор, но дать возможность молодым кинематографистам или тем, кто, потому что на сегодняшний день почти каждый может быть кинематографистом, даже без образования такого особого, но дать возможность эту радиостанцию показать, возможно ли быть радио визуальным и дать возможность для экспериментов молодому поколению, которое будет делать эти так называемые средства массовой информации в будущем. Как окончилась до сих пор наша реформа? Государственные органы немножко политики опасались, но они не опасались того содержания, о котором мы наш план вырабатывали. Они дали в следующем году все деньги для того, что нужно для содержания, но для формального соединения радио, телевидения и построения они еще боятся. Мы будем работать с содержанием в следующем году, чтобы доказать постепенно, что наш путь как регуляционный путь дабильный. Спасибо. Спасибо огромное за очень интересный доклад. Прошу прощения, может быть я упустил. Вы могли бы повторить, какой именно телеканал вы представляете общественное телевидение, я работаю в группе, которая отвечает за эту реформу при общественном телевидении и радио. Могу я конкретный прямой вопрос задать? Насколько телевидение ваше заинтересовано в конкретном контенте из России, например, документальное кино? В Риге, допустим, вообще у нас традиция документального кино довольно сильна в телевидении. Наша аудитория привыкла смотреть документальное кино. Например, одно из самых важных содержательных сегментов это исторический документальный фильм, если по исследованиям в Латвии люди очень любят смотреть фильмы, которые описаются историей. Но мы и показываем довольно часто документальное кино на втором канале латвийского телевидения и из России, и из других стран. Механизм каким образом может независимый продюсер предоставить свой фильм на предмет его покупки? Это классический вид, как до сих пор Acquisitions, но мы в этом контексте работаем на том, чтобы телевидение заказало продюсера делать и предлагать и потом предлагать эти проекты. То, что я вижу, где мы можем сотрудничать с определенным темам, там, я думаю, есть много возможностей работать вместе с российскими документалистами, потому что есть наша история связана и там есть много тем, с которыми мы могли работать вместе. Огромное спасибо. Большое спасибо. Мы на этом заканчиваем с нашим оратором и переходим к последнему выступающему из Балтийского государства. Из третьего Балтийского государства.